Ленинская городская округа У нас с вами большое количество жилых домов. В прошлом году ввелось почти миллион квадратных метров жилья, 994 тысячи. Достаточно большой, наоборот, розничной торговли, 126 миллиардов рублей, растет на 9,5-10% в год. Большой оборот оптовой торговли, также рост более 7% в год. Станислав Катров рассказал, что в 2023 году доходы бюджета городского округа составили 17,5 миллиардов рублей. Задача на 2024 год – сохранить достигнутый уровень доходной базы бюджета, в том числе за счет поддержки предпринимателей и улучшения инвестиционного климата. На сегодняшний день у нас с вами в миллиардах рублей план на 2024-2027 год – 23,5. Я уверен, что мы его выполним, потому что в 2023 году было всего 11 инвестиционных проектов. Выполнено сейчас в работе 64 инвестиционных проекта. Отдельно глава округа коснулся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Предпринимательство поддерживается со стороны области и в прошлом году у нас также программа поддержки, наша муниципальная, была сверстана и составляла 2 миллиона рублей. После обращений наших предпринимателей, которые мне депутаты доводили, со Станиславом Николаевичем мы общались по этому поводу, мы увеличили ее в 5 раз до 10 миллионов рублей. И понятно, что это не какая-то сверхъестественная сумма, но для наших малых и средних субъектов бизнеса, которые только-только начинают и раскачиваются на первом этапе, это очень важная поддержка. На территории Ленинского городского округа ведется активное жилищное строительство. В ближайшей перспективе это приведет к приросту населения более чем в 550 тысяч человек. На карте видите нанесенные только самые крупные стройки, которые на сегодняшний день есть в нашем городском округе. Это сейчас реализуемые ППТ, это 10,2 миллиона квадратных метров, они уже находятся в реализации. Нам необходимо со своей стороны, и мы сейчас это делаем, позаботиться о наличии достаточного количества транспортного сообщения, дорог и, соответственно, легкий рельсовый трамвай, который поручение, по которому я от губернатора получил, когда он был здесь, и мы сейчас им очень плотно занимаемся. Говоря о вопросах развития медицинского обслуживания на территории муниципалитета, Станислав Катаров сообщил депутатам, что в ближайшее время в округе появится 8 подстанций скорой помощи. Кроме того, идет строительство поликлиник. Мы хотим идти опережающими темпами, чтобы подстанции появлялись раньше, чем строятся жилые микрорайоны или, соответственно, запускаются какие-то большие крупные производственные предприятия. Со всеми застройщиками мы ведем работу по передаче нежилых помещений под запуск объектов здравоохранения. Еще один из приоритетов работы администрации – строительство дошкольных и школьных учебных заведений. Станислав Катаров рассказал, что в 2023 году на территории муниципалитета было открыто 3 школы более чем на 3000 мест и 8 детских садов на 2165 мест. Планируем в этом году ввести 6 детских садов на 1670 мест. Все в графике. 6 школ. Если говорить этот и немножко следующего, немножко это первый квартал, первый-второй квартал следующего года, это уже 7 школ. В стройке, то, что не отражено, но мы об этом знаем, ЖК Римский, школа на 1350 мест и другие школы, которые чуть более в поздний срок будут введены. В сфере развития ЖКХ в прошлом году проведено 7 различных мероприятий, направленных на улучшение тепла и водоснабжения жителей ряда поселений. Капитально отремонтировано 52 многоквартирных дома и 32 подъезда. В детских игровых площадках было построено 8 контейнерных площадок. В этом году у нас также 7 дворов, 7 дипов. Строительство наружного освещения не во всех дворах есть. Три пешеходных дорожки и капитальный ремонт у нас затронет 55 многоквартирных домов. Говоря о ремонте дорог, Станислав Катаров сообщил, что в прошлом году было нанесено 177 километров разметки, установлено 700 метров пешеходного ограждения и отремонтировано 18 участков автомобильных дорог. В этом году также мы ставим для себя задачу до 9 мая полностью закончить разметку по нашему городскому округу и приступить уже к таким праздничным майским мероприятиям. Мы в этом году делаем 16 участков, они здесь перечислены. Также глава муниципалитета отчитался о работе по увеличению подвижного состава на автобусных маршрутах округа, которая была проделана в последние месяцы. Сейчас нам удалось привлечь 29 новых автобусов, 10 из них учил лично Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор. Сейчас нам необходимо еще 23 автобуса. Вчера вот только с Андреем Пальтовым разговаривали, он говорит, уже не 23, уже 24. Хотят еще больше наши коллеги, но я уверен, что их может быть даже и не 24 уже нужно, потому что, когда мы с жителями общаемся, просят чуть-чуть изменить маршрут или добавить новый, и это требует дополнительных автобусов и их запуска. Мы обязательно будем этим вопросом заниматься очень плотно, чтобы движение по нашему муниципалитету было по расписанию, и для нас это приоритет. Говоря о вопросах экологии, Станислав Катров отметил, что в прошлом году на территории округа при проведении различных акций было высажено около 3000 саженцев и пригласил собравшихся и жителей города принять участие в грядущем субботнике. У нас большое количество центральных площадок. Знаю, что и управляющие компании организовывают площадки рядом с собой. Знаю, что и наши все школы участвуют в этой акции, и сады в том числе. Ну и с нами на центральных площадках жители тоже могут принять участие и в высадке деревьев, и в покраске лавочек, и в других мероприятиях. Также среди приоритетных задач на ближайшее будущее, которые упомянул Станислав Катров, расселение аварийного жилья, развитие туристических, спортивных и культурных объектов. Отчет главы округа депутаты приняли единогласно. Максим Козлов, Александр Логинов и Катерина Давлятова. Видное ТВ.